Сегодня у нас 25 октября 2019 год. Продолжаем эпопею с братом Игорем Владимировичем. Уже капуста готова. Сколько дней прошло? Начали мы в понедельник, первая засолка, потом докончили во вторник в обед. Получается 3,5 дня. Постоянно протыкал, еще несколько раз ванну сломал. Хотел удавить и удавил. На стул поставили, начал давить и ванну пробил. Пришлось другую ванну. Эта тоже лопнутая оказалась. Ну пластиковая, дешевая. Другого не подумали. Банки я промыл под краном. Содой. Содой, да, пищевой. В горячей воде. Потом еще на прожарку ставили в духовку. Так, сколько там по времени? 150 градусов. Ну, 15 минут достаточно. Вот она стоит сейчас. Чтобы не было воды там уже. И чтобы она горит, кипяток был в банку. Все. Ну, друзья, это бактерии. Я время-то не ставил. Не поставил. Ну, поставь сейчас 10 минут. 15 минут. Потом 12, сейчас 10 уже. А, 15, чтобы это разогрелось еще. Ага. А-а-а. А-а-а. с отварчиком секретный ингредиент да ну и молоко точно сегодня постный день у нас пятница но капуста получилась хорошая такая кисленькая вкусная сейчас мы будем пробовать моё надо промывать перед тем как пробовать потому что все равно бульон солоноват и естественно ну получилось не соленое нет нормально получилось даже непробытая то вкусно сам бульон да там на может соли а промывать ничего страшного нету вообще можно кипяченого не промыть даже можно и холодной немного чтоб только потом настояла так что тут ничего страшного огурчики тоже если сильно соленые их можно в томатный сок который без соли загрузить это же будет очень хорошо и что постояло несколько часов соленые огурчики становятся великолепными но сок этот нельзя то есть выбирать надо ну можно в воду но вода не так забирает крышки у нас закручивающие просто обычная которая с резьбой сейчас прокипятятся у нас сейчас еще немножко бульончику чтобы совсем нежненький открыл назвал ну можно конечно вообще безо всем делать тогда она будет дубовым ну ладно так куда бы мне поставить камеру это я опять не подумал про этот стояк этот я про сумку даже не вспомнил что она у нас будет на банку поставлю вот она стоит так до володя меня наказывать не будет потому что не соленая вообще начинаешь у нас морская соль поэтому ее надо больше не ну как обычно если пересолили тут на хребте все это на твоем отразится банки еще опихивать надо напихивать лопаточкой ну сильно тоже пихать то не надо она уже ну как бы и подпихнуть а кстати а вот это пройдет толкушка только только не сломать на пол ну как просто на стопа она не пройдет да вот так вот так вот так что на это прям нечувствую это соку и заливаться соку да надо соку заливать кружечку тебе предоставлю а вот вот лопаточки вот лопаточки так тебе бы с той стороны ведро убрать с той стороны наполнять а я здесь буду мне будешь подавать а я буду сюда буду ставить сейчас крышки заберу с кипяточком крышки готовы прокипятились вот лопатка тогда вот такая замечательно вот тогда да банок много так что сильно нужно усердствовать пока это можно уже будет все банки наполнить ну да они подостыли а там кстати банки могут переполниться мы наверное так сейчас сделаем потому что мы сейчас в обед с тобой уйдем я вот так сейчас отключаю чик, чик, все отключил 12 у нас есть а там сколько надо будет доставим мы уже увидим по габаритам так ведерко оно если тебе не мешает нужно сюда вот подальше ну то есть его заполнять тоже не просто так тоже нужно потрудиться крышку уже остывает, да? крышки, да, крышки остывают а ты их из воды прям будешь достать? да, прям из воды слушай, надо будет как-то еще это сразу же это их обтирать чем-то ну да, вот я об этом говорю даже не знаю, как обмывать на блюдо тут ставить, наверное, просто их закрывать, а потом уже обмывать то это далеко будет бегать туда-сюда непонятно будет сейчас мы блюдо вот так поставим я скажу, что они сами по себе влажные, только наливать не надо в водах хорошо да, скажи, наполнись-то да, вот я думаю, вот так нормально да, вот так раз, туда-сюда и вот так и сюда ставь снимается, что не снимается так, слушай, дай мне эту тряпочку синюю, намочи ее вот эту, да? да, под горячей водой все, прям выжм ее и мне подай горлышко надо чем-то обтирать, потому что пальцы не хватают капусту, капуста так и остается а чтобы хорошо прилегала, нужно вот это вот ликвидировать вот тут всякие вещи вот эти ну, заодно можно вот так так, открываем крышечку опа-на сейчас горячая так и тряпочку тряпочку вот так вот и сюда что-то зазорило у меня от чего это? от этого от капустного духа, да от газа удивительно даже это великое дело, представьте, какие тут витамины мощные это отлично всю зиму можно себя отлично чувствовать лопатушку лопатушку без него у меня у жены проходит рука в банку да? но мы думали, как же там набивать чем когда делали огурцы там помидоры там все я говорю, чем забивать то вот это? не знаю ну там придумал что-то палочки какие-то толкушки такой толку там забиваю смотрю, она такая раз руку засунула чик-чик раскладывает я такую толкушку в сторону отложу посмотрел на нее что? я говорю, ты что не видишь? я мучаюсь она даже не поняла в чем дело понимаешь? что значит маленькие размеры хорошо когда вот в первую мировую войну в окопах то кому было лучше? длинным здоровякам или маленьким? ну конечно под них под здоровяков то окопы не накопаешься сильно а в танки так что большие люди не всегда хорошо не ну когда там гоголем пройти перед бабами это пойдет перед женщиной это понятно а так возьми все все великие люди были маленького роста низкого низкого не маленького метр шестьдесят метр пятьдесят восемь метр шестьдесят два Сталин Наполеон Гитлер Петр Первый выходит из этого ряда Петр Первый немножко другой на Вселенной это 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 была династия наших царей династия а те кого я перечислил это тираны я был в это в оружейной палате в Кремле и смотрел доспехи Александра Невского доспехи на мужчину ростом метр шестьдесят ну с широкими плечами вот Александр Невский великий святой а все его представляют там такого богатыря рисуют меч такой только один полтора метра Николай второй метр шестьдесят два то есть какие да метр шестьдесят три вот а Александра была где-то метр шестьдесят пять она повыше его была поэтому без каблуков ходила ну так каблуков не было больших повезло повезло ты вот сегодня утром говорил что-то там о проповеди Евангелия в Америке или как там а это у ацтеков то что у ацтеков майя да я не дорассказал просто и вот это меня все время вопрос этого интересовало Господь сказал проповеданное Евангелие по всему миру ну по всему миру когда была проповедана Христос когда пришел ну ясно ну когда пришел началось новое эра с Рождеством Христова про Америку что-то было известно в Европе ничего не было известно что есть Америка более того про Китай то там про Японию никто не знал про Японию про Сибирь никто не знал так что как по всему миру вот было проповедано почему вот эти вот страны в которых мы сейчас о которых мы говорим вот Северная Америка Южная Австралия там тоже аборигены были тоже люди люди с головами они думают разговаривают то есть они настоящие люди они не обезьяны какие-нибудь не приматы почему Христос к ним никого не отправил ну вот и вот я начал думать и потом начались вот эти археологические находки там начали говорить что оказывается в Америке были уже до этого европейцы от тысячного даже от девятого века и до тринадцатого века по Рождеству Христову что там литинги туда приплывали на своих ладьях в Америку во всяком случае в Северную ну от Северной могли и до юга добраться кто-то рассказать о Христе по идее и в конечном итоге надо ну понятно когда приплыли уже конкистадоры испанцы приплыли Колумб привел испанцев к ацтекам к майя они только увидели одно язычество сплошное страшное для человека язычество убийство людей поедание сердец и дальше когда вот эти монахи священники начали распространять Евангелие то говорят они откликнулись на это они там алфавит придумали у них была даже какая-то письменность ну этими рисунками письменность рисунками и они для них начали переводить слова священного писания для них это оказалось очень тяжело для восприятия очень тяжко ну то есть там было как у всех язычников я твою жену забрал твою твоих коров твое стадо тебя убил это хорошо а если ты это со мной сделал значит плохо для меня все однозначно по другому заповеди они высокие очень высокие они их не восприняли и они начали веровать по-своему сейчас показывают что они в Мексике веруют как а Мексика это как раз и есть там часть от церковского государства и там и другие они везде ну как бы католицизм перемешан там с жертвоприношениями курей там приносят и разных других животных перед распятием Иисуса Христа или статуей то есть один из богов за себя да да просто пантеон какой-то их вот и все и я понял что вот почему Господь сделал Господь показал что без предварительного без предварительного научения вере в истинного Бога невозможно просто принять Христа просто невозможно его принять поэтому и не было послано конкретно проповедников а так бы Христос пришел и сказал Евангелие по всему миру и так апостол Петр и апостол Иоанн там через моря есть еще там люди внесите к ним Евангелие не сказал же этого но не сказал почему черт людей не любят все все должно было быть но невозможно значит было ему веровать в тот момент ну когда возможно стало то приехали простой пример мы ходили на площади помнишь зиму ходили на елку там или что там в зиму конечно помню я туда привозил и женщина одна стоит я к ней подошел и предложил тоже красный евангелие она так а не не ничего не надо а ты раз подходишь следом после меня потом сам же рассказал а она раз у тебя взял потому что ты ей привал место писания может даже сам человек просто понравился тут же еще что-то да я живешь такой убогенький такой хром от человека еще много зависит почему разные проповедники разные по своему статусу то есть какой характер кому как нравится вот это отец Павел из камня он подходит к людям он сам огромный поэтому когда подходит он такой ну ты видел чтоб не нависать чтоб не нависать да ну у кого как мы кстати разговариваем он сразу о Христе начинает много говорить много мест писания прям приводит тут же иногда конечно это чересчур это для людей которые ничего не знают но это места писания Господь их оставил для нас вот мы уже здесь это их подменяем а ацтеки с майями и другими там племенами в Америке вообще ничего не услышали тысяча четыреста тысяча пятьсот лет можно сказать они не услышали полтора тысячелетия вот так вот Господь не соизволил их наградить это а дело то что еще зависит от самих проповедников как они еще проповедовали это христианство это может с мечом как говорится покаетесь или начать голову не но это так и говорили ну приблизительно так они же видели как они бошки рубят они же на конях а коней у них не было коней не было пушек не было вот таких мечей длинных не было были копия там с какими-то наконечниками рога какого конечно не будет любите врагов ваших кто не будет говорить нет 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 ну когда проповедовал и они же эти старейшины там собрались они говорили что почему вы не принимаете то что мы говорим а вы говорите красивые слова а сами их не выполняете наши женщины болеют от вас какими-то болезнями такими нас награждают тоже откуда голод у нас пошел у нас никогда такого голода сону не было что-то нужно теперь какому-то мы должны стали все время хватало нам всего тут ничего не хватает вы просто убиваете животных они то есть все таким если у животных и убивали то только для еды а у нас просто для охоты ну то есть показали это себя с какой стороны охотнички страстей а священники должны были этот народ укорять царей батюшек там этих князей и так далее что же вы делаете как нам проповедовать вы нас за святых считаете ну конечно там Серапим Саровский и так далее там император на колени перед ними перед образами даже не просто перед ними и чем дело заканчивалось всегда что один обман для семерия больше ничего помнишь там вроде у Лескова да там епископ-то рассказывал о себе что решил там научить священников проповедовать евангелие плохо они там крестят люди но это только у Лескова да это у Лескова рассказывать слушай нам банок наверное на этих хватит тут те наверное лишние будут уже смотри осталось еще пару видов ну как раз он ничего опасно помешает ничего страшного ничего страшного зачем не даже не не знал что вот так будет глаза разъедать глаза аж если газ поднимается это только от мука бывает и от хрена и от хрена от реки еще от хрена там не только глаза там все перекрытие там и сопельки тоже пойдут да прогревание хорошее мне надо хрена еще соберут там убрать то есть тебе хрена поэтому капусты тоже переедать то много нельзя да написал написали да а чё ты чё такого ты где ты перед тем ты банку слопнул нигде не было это ну видишь люди заботятся конечно спасибо христос все-таки такое дело засолка капусты я очень думаю банки перевернуть или нет ну да только надо куда-то их на какую-то тряпицу сейчас вдруг там что-то как-нибудь а переворачивать с какой целью переворачивать чтобы прижалась крышка она газом может прижаться то есть газ туда не пойдет а вверх уйдет просто и все газом прижмет вот обычно я знаю это с горячим 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 ну да я тоже сейчас она холодная у нас я думаю сейчас газ так придется прижмет крышку ну как он этот сердце вытрихали это огурчики эти они вроде бы забродили а потом что-то встали на место я думаю даже их можно было и поесть они кислые были я пробовал кисловатые евангелие важно показать не только словом и делом это очень важно поэтому такие вопросы должны возникать я не знаю больше ни у кого таких вопросов я не слышал про это ну вот у меня вопрос сразу встал проповеданный евангелие или нет судя по тому что говорит нам толкование святых отцов златоуста на книгу откровения когда начинается вскрытие всего печати всадники и первый всадник белый всадник это есть проповедь апостолов по всей вселенной евангелие конкретно это уже сделано все а следующее уже там коль вороной идет это уже голод пошел голод великий голод который будет на земле его еще и не было вот и все то есть вскрытие вообще никаких еще не было ни печати ни чаш гнева не было еще не было ничего всадники один всадник только был белый мы даже еще до вороного не дожили уже 666 все упали а кажется что такое гляди карточки пошли сейчас уже какие то чипы вроде как будто там где то проверяют в каких то странах кажется вот вот да уже ну как бы если брать те кто 666 признает что это уже антихрист пришел кажется уже все да наготове а еще не было и вороного коня еще голод не испытало человечество голода то не было только местами местами был голодомор там в тридцать это двадцать первых годов по Волжье был в России ну не только в России голод был в конце семнадцатого века был страшный голод там там этот вулкан взорвался и пепел закрыл на несколько месяцев атмосферу страшно да и самое интересное то что голода не было как раз в России в этот момент а в Европе был страшный голод а у нас почему то не было наверное потому что когда это все взорвалось у нас была зима и у людей были запасы а потом пока эта зима прошла месяцы туда-сюда и уже весной начало что-то повезло короче говоря по датам не поймешь по датам ну даты там есть я просто не сопоставлял даты я просто думал почему в России то именно не было этого это был 1600 1691 или 1700 начало или начало 18 века ну что-то такое помню короче потом первый был однозначно и не было голодов никаких а так что был такой великий голод что о нем сказал Господь и откровение Иоанну как святые отцы там я слышал толкование что вроде земля сделать во время антихриста чтобы Господь посадить да это еще не то это даже еще не то это даже не про антихриста еще речь идет а только о первой чаше а и то что о первой чаше а только о первой о первой печати речь идет потом чашу только пойдет печать чаши вот почти дополнил сейчас еще дебя догонил сейчас можно сок нараслить а там сока много? банку сюда банку сюда вот через это уже отлично слилось а ты прям весь сок перебросал он видишь когда гнет на него давит сок вылазит ну истекает потому что ему негде находиться он жидкий а когда уходит он опять через отверстие из ванной лучи набирается а ну тогда правильно будет сделать выводить тут же банка не куда ставить ну да 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 конечно можно эту нишу поставить чтобы не мешалось сюда обтирай ну уж пока второе туда ведро выводить ведра черпать и идти вон их пока нет это у тебя еще одна банка напомни еще банку еще тебе взять пару штук кого вон банки то есть две штуки нету вон они там банки а прожатки а они не остызшие нет еще надо еще сейчас ждать чтобы остынет ну как раз дождемся остынем добьем а сейчас пообедаем можем пообедать сразу да а потом продолжить да вот так будет удачней потому что они будут остывать долговато да тогда я не знал что есть так вообще не знаю в больших масштабах ну да так ну у нас тут кстати крышки заканчиваются все как раз две крышки надо быть крышки закладывать тоже вот и сюда отлично справляется с этим обедом на стене да сейчас интересно такое время тоже это не следует того атеизма сейчас уже сейчас время чем интересное то что господь нас проверяет не гонениями вот оно как и чем интересно проверял страшными гонениями а сейчас пожалуйста путин крестится там и все вокруг него приспешники его у вас салы тоже крестятся такое приспешники тут одни крестьяне собрались а как начнешь просто спрашивать кто пост соблюдает ну никого нет никто не соблюдает вот те все христиане а зачем он пост начинает почему и так далее как будто бы посту пять месяцев а не две тысячи лет но это только посту новозаветному а еще и ветка заветный пост еще пять тысяч пятьсот восемь лет всегда люди ущемляли себя в неделе ради высшего блага я тоже сейчас уже несколько дней не ужинаю потому что плохие сны и надо сняться приходится не ужинать чтобы не доставало по поженили лучше кое-что сказали ну это все что все что есть библия рассказывают средства 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 потушение пожара так банчонка и все ну ведра может споласкивать сейчас я могу убрать пока ванну пускай стоит на краюшек поближе нет вот так отлично отчет у нас тут много сейчас надо будет еще сюда крышки заложить сейчас крышку я заберу ладно все сейчас помою еще так ну вот так вот с божьей помощью все у него сейчас еще по обедам мы после обеда начнем продолжим закладку славу Богу за все Аминь.